Вы искали лечение мастопатии? Я вас прекрасно понимаю. Достаточно сложное заболевание с точки зрения официальной медицины, которое очень сложно поддается лечению. Но при этом резко повышается риск рака молочных желез. То есть мотивация у каждой женщины присутствует, потому что она в принципе рискует лишиться одной, а то и двух молочных желез. Почему не речься в официальной медицине? Все очень просто. Просто гормональных нарушений при мастопатии один диагноз, 50 видов гормональных нарушений. То есть соответственно должно быть 50 видов таблеток, которыми нужно устранять эти нарушения. На сегодня лечится пока одной. То есть вылечить 50 видов одной таблеткой очень сложно, потому и лечится с трудом. Больше того, когда женщина принимает гормональные препараты, резко нарушается ее самочувствие, ей становится, мягко выражаясь, плохо. И она решает жить с мастопатией, рисковать раком молочных желез и не лечить ее. Почему сложно вылечить? Потому что вот эти 50 видов нет ни одной лаборатории, которая определяла бы все виды гормональных нарушений. Вам придется исколесить полгода, а то и год по миру поехать, поездить, чтобы по разным лабораториям отсечь ненужные вам диагнозы, выяснить тот вид гормональных нарушений, который у вас есть. И что это вам даст? А ровным счетом ничего. Вы попадете в статистику, да, вы попали в какой-то из 50 видов, а лечение все равно одна таблетка, которая по большому счету лечит только один вид гормональных нарушений из 50. Я предлагаю вам немножко больше. Я предлагаю подойти совершенно с другой стороны. В вашем организме есть один метаболический мозг, от которого зависит обмен веществ, обмен гормонов и состояние той же самой молочной железы и отсутствие этой мастопатии, когда этот орган работает очень хорошо. Этот орган называется печень. Вышла у меня вот такая книжка, что делать, если у вас есть печень. Вот тут описаны многие заболевания, многие состояния, которые нарушают работу печени. Больше того, описано, как лечить мастопатию, с какой стороны подобраться. Нормализуйте работу печени, у вас уходит мастопатия, заодно у вас уменьшается, глотодевается предминструальный синдром, который несколько дней передмесячными нарушает жизнь не только женщине, но и ближайшему и отдаленному даже ее окружению. У вас уходят дисгормональные нарушения, связанные с патологическим климаксом или с нарушениями, которые начинаются уже в 35 лет у женщины. Гормональные нарушения до климакса начинаются. То есть вы можете много решить проблем, если обратите внимание на свою печень. Если вам это необходимо, контакты вы видите внизу, вы видите сайт, через который вы можете обратиться, вы видите телефон. Если вам необходимо лечение мастопатии, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко вам поможет.